В этом году Азербайджан принимает одно из самых масштабных и значимых мероприятий конференцию сторон по изменению климата КОП-29, считающуюся самой престижной в мире в вопросах борьбы с изменением климата. Покупа поднимает глобальные проблемы, затрагивающие все человечество, инициируя важные дискуссии и предоставляя возможность быть услышанным каждому. С нетерпением КОП-29 ждут как развитые, так и развивающиеся страны. Но как в Азербайджане воспринимают эту амбициозную цель – солидарность во имя зеленого будущего? Как этот год повлияет на общество, страну и регион? Об этом мы поговорим с народным писателем Азербайджана Чингизом Абдулаевым. Чингиз, здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте, спасибо. Начать нашу передачу я хотела бы с цитаты из вашей книги «Срок приговоренных». Там вы пишете, что человечество вызаражено вирусом безразличия, безразличия к собственной жизни, к судьбам окружающих нас людей, к судьбам нашей планеты. Мы живем как во сне, и когда приближается смерть, вдруг в последний день с ужасом понимаем, что вся наша жизнь была долгим и тусклым сном, что прожить ее надо было совсем иначе. Какая хорошая цитата. Подошло ли человечество, на ваш взгляд, к этому порогу? Понимаем ли мы сейчас, как нужно было жить и что нужно по-другому относиться к нашим судьбам и к нашей планете? Если откровенно, боюсь, что не совсем понимаем. Тем более, что уже совершенно четко доказано, что через 10-15 лет, буквально нам короткий срок остался, миром будет управлять искусственный разум, искусственный интеллект. И здесь возникают свои проблемы, с которым он наверняка будет препятствовать человечеству вот так жить, как они жили до сих пор, загрязняя свою планету, буквально делая все, чтобы человечество не выжило. Я даже говорю сейчас не про войны, не про террористов, не про столкновения сторон, а просто загрязняя окружающую среду, глобальное потепление, вот эти тающие ледники, изменение гольф-стрима, изменение направлений в океанах, в морях. Это все, конечно, на людях сказывается и просто загрязнение среды. А самое обидное, что загрязнение человеческих душ. Мы думали, что интернет – это такая невероятная свобода. Оказалось, что это вседозволенность ко всему запретному, что раньше многие не знали или не хотели знать. А сейчас все все знают, и боюсь, что у нас очень мало времени осталось на то, чтобы все-таки подумать о том, как мы будем жить хотя бы в ближайшие 100 или 200 лет. Ну вот говоря про такую безответственность, мне кажется, что писатели, они как раз-таки очень тонко чувствуют общество, они понимают где-то и проблемы, и чаяния, и желания. И одновременно с этим, как мне кажется, опять же, на писателях очень большая ответственность, ведь именно книга, она где-то формирует нравственные приоритеты, нравственные границы общества. Вот скажите, насколько сильна эта ответственность? Чувствуете ли вы ее, в частности? Вообще, хороший писатель – что такое? Хороший писатель – это адвокат своего народа в будущем. И, естественно, что он должен думать о том, что будет с его народом. И вообще, когда мы читаем Гомера, мы знаем, как жили люди 3000 лет назад. Это совершенно понятно. Я не знаю, все ли писатели такие провидцы, но хорошие писатели, безусловно, так. И, конечно, задумывается на том, как жить людям. В общем-то, хорошая книга, она воспитывает людей. В первую очередь, Фолкнер говорил, что это книги помогают людям выжить. А Кавка считал, что любая хорошая книга – это топор, с помощью которого мы вырубаем море льда внутри нас. И то, что вот мы сейчас, наша тема связана с КОПом, грядущим, значит, этим большим международным симпозием, большой международной встрече, которая состоится в Азербайджане, переоценить просто невозможно. И я думаю, что это понимают и журналисты всего мира, и, конечно, писатели. А как все-таки направлять, скажем, общество именно в этой области? Потому что мы начали наш диалог с того, что действительно человечество очень много вредит и себе самим, и природе. В первую очередь, себе. Вы знаете, очень много в этом отношении можно сказать. Но давайте конкретно возьмем Азербайджан, в котором мы живем. Вот мне рассказывали, что в свое время, после войны, сейчас уже его нет, Гагаринский мост, за Гагаринским мостом, где мы сейчас в данный момент находимся, все, кто жили люди, они получали молоко. Считалась настолько загрязненная среда, вот именно оттуда. Сейчас появился Белый город, сейчас, посмотрите, появляются прекрасные дома, убрали все предприятия. И в результате, конечно, это очень сильно сказалось и на общей атмосфере Баку. В то же время, сразу после нашей такой большой оглушительной победы в 2020 году, я был в городах, освобожденных Физули, Вагдами. Поверьте мне, что у меня есть просто фотографии, я снимал на свой телефон, Физули был хуже, чем Сталинград. Там все было, до основания было разрушено. И посмотрите, какие сейчас проводятся там работы. Вообще, насколько я знаю, принято решение, что вся территория Карабаха, она будет такой зеленой зоной сплошной. И к 2050 году, вот это срок рассчитан на 20-25 лет, что там не будет таких выбросов вредных, что там будет такая зеленая зона, и там люди могут не только жить и работать, но и отдыхать, приезжать со всего мира. Наверное, это и правильно. Вообще, в этом отношении Азербайджан может быть показателем, потому что, ну, любой эколог это скажет. Мне, когда рассказывали, я просто ужасался. Капля нефти, которая попадает на землю, потом 100 лет там ничего не растет, и это влияет. Мы понимаем, что наше загрязнение, особенно в начале 20-го века, оно угрожающих было масштабов. Потом, во время войны, понятно было, что не до экологии. Надо было нефть давать в фронт, и давали. И на бакинской нефти, в общем-то, побеждал Советский Союз. Будем откровенны. А раз это так, то, конечно, в первую очередь Азербайджан должен был думать о том, как мы будем жить. И это даже не для международного сообщества, хотя это очень важно. Но прежде всего для нас самих, для наших детей, внуков. Как мы будем жить в нашем любимом городе, как мы будем жить в своей стране. И поэтому трудно переоценить любые меры по оздоровлению атмосферы. В свое время мне рассказывала еще мама, что когда Сталин ехал на Тегеранскую конференцию из Баку. Он-то в Баку много был, жил, даже в тюрьме сидел. Он сказал Мирджаферу Багиру, что сажайте больше деревьев. И действительно, это была проблема, и до сих пор проблема, потому что на песчанике находится Баку. И, конечно же, у нас очень мало в этом отношении. Мне говорили процентные соотношения, например, в Киеве, там, по-моему, около 70%. Весь город утопает в зелень. Конечно, хочется, чтобы было так. В свое время наш лидер, общенациональный лидер Гейдар Алиф сказал, когда вырубают одно дерево, такое ощущение, что у меня режут руку. И действительно, очень тяжело приживались деревья. Кто летит к Баку, мне не хочется это говорить, но это правда. Минут 20 вы летите к Баку и видите, что ни одного дерева, просто ничего нет. Безжизненная такая пустыня. Я уверен, что это будет постепенно менять. Но раз это так, то нам надо думать, конечно, об озеленении нашего города, об атмосфере нашего города и о том, как здесь будут жить и работать наши дети и внуки. Повторяю. Вот продолжая эту тему, действительно, вы затронули разные периоды. И вы были свидетелями таких очень поворотных моментов в истории Азербайджана. Это и годы в составе Советского Союза, это и перестройка, тяжелые годы войны, первые шаги независимости и, конечно, Отечественная война. И вот каждый из этих периодов, он, наверное, менял как-то взгляды, умы и общество. Как, на ваш взгляд, проведение такого крупного международного мероприятия? Потому что впервые Азербайджан принимает мероприятие такого объема, такого масштаба. И мероприятие, которое имеет очень такую амбициозную и очень важную для человечества цель. Как это повлияет на наше общество? Будет ли оно меняться, на ваш взгляд? Вы знаете, я думаю, что не просто повлияет, а должно повлиять. И мне кажется, в этом плане давайте покритикуем. Все-таки больше нужно пропаганды, больше нужно разъяснять людям, что не просто собираются, сейчас все беспокоятся, как они будут ездить машины, какие будут пробки и заторы. А надо подумать о том, что само это движение возникло в 92-м году в Рио-де-Жанейро, когда собрались государства и решили, что нужно что-то делать. Нельзя так продолжать жить. И с 95-го года, когда первая конференция была в Берлине, после этого ежегодно проводятся вот эти КОП. Сейчас будет КОП-29, ежегодно проводятся вот эти огромные международные симпозиумы, семинары, на которые приезжает большинство руководителей, большинство стран мира. В эту организацию входит около 200 стран. Представьте себе, какой масштаб. И, конечно, очень многие руководители приезжают. Это, безусловно, имидж и Азербайджана в мире, и, конечно же, это помощь и самому Азербайджану. Потому что эти проблемы мы поднимаем, мы сами должны их решать в первую очередь. И вот многие не знают, а должны знать, что выставляется каждый раз кандидатура от какого-то региона. В этом году кандидатура была утверждена в прошлом году в Дубае, должна была быть страна от Восточной Европы. И были три страны претендента. Азербайджан, Армения и Болгария. И вот Армения и Болгария, это правда, отказались в пользу Азербайджана, понимая, что провести такой вот форум им просто будет, наверное, не под силу, учитывая все-таки и состояние экономики, и развития, и так далее. И Азербайджан взял на себя эту огромную ношу, ну, правильно сделал, потому что, повторяю, это и укрепление международного престижа, имиджа Азербайджана во всем мире. И то, что гости приедут, увидят сейчас наш прекрасный город. Вот поверьте, что гости, которые вот ко мне приезжают, зарубежные, они просто сходят с ума, они говорят, что это просто невероятный город. Приезжал к нам лауреат Нобелевской премии Найпл, я его встречал по литературе, который, в общем-то, не очень любит мусульман и вообще не хотел приезжать. И когда он приехал, я возил его по центральным улицам, жена была в восторге и сказала, это просто маленький Париж. На что я нагло заявил, нет, это Париж, маленький Баку. Это наш Баку, вот такой вот центр мира. На самом деле, конечно, это очень сильно повлияет и на развитие наших связей. Не секрет, что некоторые страны не очень довольны. Даже Армения, которая отказалась в пользу Азербайджана, там тоже не очень все довольны тем, что в Азербайджане состоится такой форум и столько людей приедет в Азербайджан. Насколько я слышал, они будут даже не только в Баку, а будут выезжать еще в районы. И это очень здорово, потому что они увидят нашу прекрасную природу и вообще наш цветущий край, который сейчас после войны становится лучше и лучше. Но, повторяю, проблемы существуют, они существуют в Азербайджане, и никто за нас их решать не будет. И то, что мы их решаем, да достаточно вот приехать к вам сюда на телевидение и посмотреть, как вот эти заводы снесенные, какие здесь возникли прекрасно, прям под Париж эти дома. Немножко похвалю Белый город, это не реклама, это правда. То, что вот так получилось, это ведь очень здорово. И зависит, повторяю, от нас, каким мы хотим видеть свой город. Если мы будем по-прежнему вырубать парки, если по-прежнему мы будем строить дома без дворов и такие каменные коробки, в которых дети не могут играть, не будем сажать деревья, наверное, в конце концов, просто задохнемся. А если мы будем думать о том, каким будет наш город, программа принята до 50-го года. Не знаю, я доживу, нет, хочется дожить. И все-таки, чтобы наш Баку был еще лучше, еще красивее и еще чище. Ну вот, мне кажется, как раз такие примеры, которые вы отметили, это и Белый город, проект такой, и строительство в Карабахе дает определенную надежду и оптимизм, я бы сказала, в этом направлении. Действительно, многое делается. Но вот вы очень интересно отметили про как раз-таки период войны. И в рамках КОП-29 Азербайджан выдвинул инициативу, это перемирие КОП. Насколько важна вообще в целом эта инициатива, и какой символизм носит то, что Азербайджан, Азербайджан, страна, которая не понаслышке столкнулась с войной, с ее последствиями, выдвигает такую инициативу? Мы 35 лет были в состоянии войны. Да, сейчас мы говорим, что у нас была первая, вторая, но, в общем-то, между ними это не прекращалось никогда. И столько тысяч, десятки тысяч погибших. И даже вот в 2020 году мы потеряли около 3 с лишним тысячи, и это в основном молодые ребята. Так что это все не понаслышке, мы это знаем. Кроме того, ну давайте откровенно, здесь самый, наверное, взрывоопасный регион сейчас в мире. Один из самых. Я сейчас не беру даже войну России с Украиной, или там осложнение на Тайване. Но вот вся эта обстановка вокруг Ирана, вся эта обстановка на Ближнем Востоке, Израиль, столкновение с Сирией, только с Ливаном, с Ираном. Вы знаете, нестабильная ситуация в Грузии. Нестабильная ситуация в Армении. Все это, конечно же, может сказаться и сказывается на Азербайджане, как бы мы того не хотели. И поэтому вот выдвижение такой инициативы, это очень правильно. И если действительно поддержат, в свое время в Древней Греции, во время Олимпийских игр прекращались войны. Но вот сейчас во Франции проводили Олимпийские игры, никто не прекратил. Все войны продолжались, бомбили, убивали, убивали детей, женщин, стариков. Причем во всех странах цивилизованных, и как бы никто на это не обращал внимания. Может быть, хотя бы сейчас обратят внимание, потому что, я же говорю, прежде всего, загрязнение человеческих душ. С этого надо начать. Потому что, если люди относятся нормально к убийствам детей, женщин, стариков, если погибает, скажем, где-то всего, сообщают, потерю, сегодня убито 80 детей. Да если даже убито два ребенка, мир должен содрогнуться. Это невозможно. А передают спокойно, ну, погибло еще несколько тысяч. Это невероятно. Поэтому вот над этим надо задумываться, и это нужно останавливать. Честно скажу, я не уверен, что страны примут, и все остановят все эти войны, что, возможно, вот это перемирие КОПа. Но хотя бы задуматься о том, что мы нарушаем экологию человеческих душ, об этом надо подумать. Потому что даже вернувшиеся после войны люди, они очень сильно меняются. Мы это знаем и по нашим, и по другим людям. Очень сильно меняются. И эта война не оставляет их равнодушными. Она очень наносит сильный ущерб даже победителям. Поэтому, повторяю, надо думать об экологии даже не природы, а человеческих душ, с тем, чтобы хотя бы остановить на какое-то время. Но, повторяю, мир сходит с ума, и не всегда это возможно. В ваших книгах вы часто затрагиваете темы морального выбора и личной ответственности. Насколько здесь, в том топике, который мы обсуждаем, важна все-таки личная ответственность каждого гражданина, и как к ней воззвать? Я вам приведу пример. Вы знаете, всегда рассказывают, каким был ужасным Сингапур в 50-е годы. Просто было такое сплошное болото. И тогда ввели драконовские законы, буквально невероятные. За любой окурок до 1000 долларов был штраф. За любое загрязнение среды были совершенно... Сажали в тюрьму и так далее. В результате Сингапур сейчас один не просто красивейший, а из чистейших городов мира. Вот сейчас я слышал, что у нас тоже приняли такие драконовские, в кавычках, меры. И это очень правильно. Не обязательно выбрасывать. Вообще лучше не курить. Давайте так я немножко... Вот это я пропагандирую. Может, лучше вообще отказаться от сигарет. Но тем не менее, не выбрасывайте из окна машины эти окурки. Есть мусорные ведра. Не мусорить, где попало. Сколько мы видели в наших, особенно, окраинах Баку, надписи на стенах. Здесь мусор не выбрасывайте. Или ругательство того, кто выбросит мусор. Да, я по-азербайджански не хочу это говорить, но мы это читали. А раз это так, каждый должен чувствовать свою меру ответственности. Ты загрязняешь свой собственный город. Бросали... Ну что такое, один окурок бросил? Нет. Все начинается вот с этого окурка. Ты бросил, твой сын бросил, твои соседи бросили. В результате вы превращаете свой город в мусорную свалку. И, конечно же, вот то, что сейчас поставили все эти баки специально. Начали разделять мусор, что тоже немаловажно. То, что сейчас привели такие законы. Наверное, тем, кто бросает, им не нравятся эти законы, потому что штрафы будут большие. Но по-другому не получается. Если мы хотим думать о том, каким будет не только город, а вообще Азербайджан, мы должны принимать такие законы и чувствовать меру личной ответственности. Скажите, а вот часто можно столкнуться с такой критикой, что, например, в Баку не так много велосипедистов. Для чего эти велосипедные дорожки? Здесь все-таки, как вы считаете, такие меры формируют привычки у граждан? Или все-таки наоборот? Это запрос граждан должен формировать такие меры? Сейчас меня убьют все автомобилисты, потому что велосипедные дорожки им мешают. Я работаю на Хагани, например, на Бюль-Бюле сделали, и я знаю, что водитель недоволен. Это одни из центральных, объясним нашим зрителям. Одни из центральных улиц. Одна из центральных улиц Баку. Но, с другой стороны, понимаете, во всем мире постепенно переходят на то, что машины не должны давать вот эти дикие автомобильные выбросы. Во многих странах специально оставляют даже велосипеды, которые вы можете взять и покататься. Я, например, падаю с велосипеда. Я до сих пор не научился хорошо. Но я сейчас не о себе говорю, а о людях. Потому что это, конечно, приводит к тому, что, во-первых, атмосфера в городе становится лучше. А, во-вторых, что важно, это здоровье людей. Вообще считается, что чем больше людей будет заниматься спортом, чем больше мы будем ездить на велосипедах, ходить пешком, давайте откровенно, это все укрепляет здоровье, укрепляет, в конце концов, нацию. Мы, в общем-то, у нас очень много всегда было долгожителей, которые жили в горах, где не было этих автомобильных выбросов. В Баку мало было, давайте откровенно, очень мало было долгожителей. Наши по 150, по 140 лет жили там, в горах, на свежем воздухе. И это свидетельство лишний раз того, как нужно жить. Не обязательно дышать этими автомобильными газами. Я не призываю сейчас везде поставить велосипедные дорожки. После этой передачи меня долго будут бить. Но то, что это интересно и это важно, и главное, приедут люди, пусть они видят, что Баку – это современный город европейского уровня, цивилизации, где можно ездить. Да, у нас сейчас очень мало, вы правы, и на велосипедах. Мне не нравится, например, когда на мотороллерах сейчас ездят. Сейчас даже видел девочки на самокатах ездят. Это, кстати, очень популярно сейчас. Да, немножко надо осторожнее, потому что я всегда боюсь, когда их вижу, вдруг не так свернет. А тем не менее, понятно, что это здоровье, что, в общем-то, это будущее нации. И самое главное, уже от этого вы никуда не уйдете. Во всем мире этот тренд, во всем мире развивается. Вот в Амстердаме, я верю, там вообще практически все ездят на велосипедах. Или вот в таких городах, как Лондон или Париж, особенно в Лондоне, каким образом они смогли сделать, но практически в центре города уже нет пробок. Это просто невозможно, невероятно, но это они сделали. То есть там целая система, номера нечетные, четные, въезжать надо платить денег, центр, парковки и так далее. Но это можно сделать. И раз это можно делать в таких 10-15 миллионных городах, почему это не делать в Баку, которым, ну, от силы пусть 3, ну, пусть 3,5 миллиона. И я думаю, что это важно. Повторяю, я не могу сказать, что целиком двумя руками поддерживать, потому что сам езжу на работу и сам попадаю в пробки. Но, с другой стороны, я осознаю, понимаю реальность того, что это ставят специально для того, чтобы как можно больше людей ездили, как можно больше, меньше было автомобильных выбросов. И я вообще думаю, что постепенно запретят эти бензиновые выхлопы. И будем переходить на, конечно, другое топливо, на электрические машины и так далее. Ну, это, к слову, формирует более здоровые привычки. Я тоже не умею кататься на велосипеде, но я стараюсь ходить пешком. Да, и завершая нашу беседу, вот вы сказали про будущие поколения. Я вот хотела бы еще одну фразу привести в пример. Говорят, что вот мы не унаследовали землю у наших предков, мы взяли ее в долг у наших детей. Какую ответственность, на ваш взгляд, мы несем перед будущими поколениями и какие ценности стоит им прививать? Ну, начнем с того, что все-таки мы можем с гордостью сказать, что наше поколение задачу свою выполнило. Сейчас я всех говорю, кто живет в Азербайджане. Мы не оставили нашим внукам эту проклятую войну и это противостояние. Хотя бы этому надо порадоваться, что наши дети, ну, дети уже взрослые, что наши внуки не будут погибать на полях Карабаха. Умереть за свою родину – это правда, святое дело, это героизм. Но мне не хочется, чтобы азербайджанские дети, мои внуки умирали бы на этих войнах. Чтобы наши соседи наконец успокоились, хотя они успокаиваются. И чтобы мы могли нормально жить. Поэтому мы действительно живем на этой земле, которую мы должны оставить нашим внукам. Мы должны оставить им наши города. Мы должны оставить им нашу очищенную землю. Подумайте, сколько мин еще не разорвавшихся в Карабахе. Это ведь тоже экология. Подумайте, сколько еще там различных найдут складов с оружием. Захоронений, которые будут влиять на среду. Различные там мероприятия, которые проводили наши соседи. Все это, безусловно, будет сказываться и на экологии, и на общей атмосфере. Но мы должны очищать нашу землю. Мы должны оставить такой цветущий. В общем-то, Карабах – это должен быть цветущий сад. Но мне бы хотелось... Знаете, выражение нашего президента было, после того, как Пашинян заявил, что это Армения. Он сказал, что Карабах – это Азербайджан. И это правда. И люди все шли и умирали, независимо от того, из какого они места, за Карабах. Но перефразируя эту фразу, можно сказать, что не просто Карабах – это Азербайджан. Но и Азербайджан в те годы, в те дни был Карабахом. Весь Азербайджан воевал. А раз так, раз мы думаем о том, что Карабах будет цветущим садом, или Баку будет более успешно развивающимся городом, значит, наша задача – оставить нашим внукам, уже даже не детям, цветущий Азербайджан, чтобы здесь было действительно комфортно жить. Чтобы люди приезжали сюда и восторгались нашим городом, нашей страной. Я знаю, какое количество туристов все больше и больше приезжает в Азербайджан. Пусть приезжают, пусть видят наши достижения. Это и экономически очень выгодно, и политически выгодно. И вот завершая КОП-29, я уверен, это будет такая бомба, которая взорвется, и в хорошем смысле слова, и Азербайджан станут больше, лучше узнавать. Приехавшие руководители государств, они увидят страну, о которой они многие не знают. Мне рассказывали, например, что еще в 90-е годы, когда кто-то приезжал, говорили, Азербайджан, у вас машины есть, или вы на верблюдах ездите? То есть вот такое было мнение. Сейчас посмотрите, как все поменялось. Мы стали членом Совета безопасности и проводим такую невероятную конференцию. Так что я могу только пожелать удачи, я уверен, что так и будет. Присоединяемся к вашим пожеланиям. Спасибо вам большое, что выделили время. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Нашим телезрителям я напомню, что в эфире телеканала Си-Би-Си был специальный выпуск. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин